Если все это происходит, и человек, соответственно, не израильтянин, например, 0 по перемену Израиль, то у человека уровень удовлетворенности работы 1,82. Посчитаем для произвольно взятого набора предикторов, чему будет равен уровень удовлетворенности вот такого респондента с таким набором предикторов. То есть прогнозируем. Для этого перемножим значения предикторов на их коэффициенты. В общем, я специально по мультиколлинеарным предикторам взял одинаковые коэффициенты. Суммируем. И еще добавляем. Кстати, надо проверить по дихотомическим-то. Здесь не может быть 2, здесь может быть только 0, потому что если здесь есть единица, значит у человека нет контракта, значит у него не может быть ограниченный контракт. По Израилю, кстати, я тоже ошибся, потому что здесь только может быть единица. По всем остальным вроде таких ограничений нет. Но нужно еще проверять. Вдруг еще где-то здесь дихотомические перемены, тоже надо внимательно смотреть. Так вот, сумма получается такая. Прибавить константу. И получаем значение. То есть, высокая удовлетворенность работы будет при таких значениях профиля произвольного. Спрогнозируем для наших выборочных профилей, для каждого, каково будет значение зависимой перемены, предсказанное. Перезапускаем. Сохранение стандартизованных значений. Таблицы будут все те же. Я получил справа новую переменную. Это как раз предсказанное значение. Они больше 10, потому что машина не знает, что у нас больше 10 быть не может. Нет никаких границ, введенных извне. Я отсортировал, кроме того, эту переменную. Вот сверху мы видим людей, наиболее удовлетворенных своей работой. Мы видим, среди удовлетворенных людей совпадение предсказанных значений и реальных значений. Очень, очень, очень часто встречается. А отклонения даже всего лишь в 2 балла встречаются достаточно редко. Однако, чем ниже мы будем спускаться, тем чаще будут встречаться отклонения. Здесь не очень серьезные, а близко серьезнее отклонения. 3, 7, 6.